Я рад приветствовать всех, кто присоединился сегодня к нашей трансляции. Каждая встреча верующих – это благословение и радость. Сегодня у нас особенная встреча. 30 лет назад началась славная история Московской Церкви Христа. Добро пожаловать на наше праздничное служение, посвященное Дню Рождения Церкви. Благодарность Богу, Христу, Духу Святому, каждому человеку, кто заложил основание Церкви, кто принял активное участие, пожертвовал своим комфортом, своими удобствами, здоровьем, деньгами, вручил свои мечты Христу. Мы видим, все это было не напрасно. Тысячи спасенных жизней, тысячи измененных душ. Я сам лично понимаю, что невозможно представить, что было бы в моей жизни, если бы Бог не вошел в нее. Если бы не было людей, которые объяснили бы мне путь спасения. Мы семья Бога, где буквально исполнялись и исполняются строки из Писания. Люди из разных слоев общества, с непохожими и одинаковыми историями жизни. Подростки, молодежь, зрелые, умудренные опытом, объединились во Христе и вкусили милость и прощение. Они устремили свой взор на вечность, объединились во Христе, почувствовали любовь и заботу, внимание, где ты важен, где твои нужды важны, где ты можешь чувствовать себя особенно, где ты сам можешь проявить заботу и внимание к другим. И все это потому, что Христос объединяет нас, и Он нас объединил. Во Христе у нас рождаются новые семьи, мы развиваемся, растем духовно, ментально, набираемся опыта. У нас появляются наши дети, мы активно участвуем в жизни друг друга, помогаем нашим детям обрести веру, найти себя в этой жизни. Мы вместе проходим не только радостные события, но и испытания, и лишения, и даже утраты. Мы вместе провожаем на небеса наших братьев и сестер. Но мы все-таки верим, что для нас духовное основание и те цели, которые заложены Христом, являются самым главным направлением. Давайте вместе прочитаем строки из послания апостола Петра. Первая глава, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неоскверненное, неувидаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищенных через веру Божью, силой для спасения, которая готова явиться в последнее время. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно. Чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Вы не видели Его, но уже любите Его. И сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуйтесь неописуемой славной радостью, достигая цели вашей веры, спасения душ ваших. 30-летний юбилей выпал на непростое время, но все в руках Бога. Мы доверяемся Ему полностью, мы знаем, Он наша скала, Он нас ведет, мы уповаем на Него. И даже в испытаниях мы знаем, что наша вера может окрепнуть. Мы знаем, что можем расти духовно дальше, поддерживать друг друга. Я верю, мы все еще хотим мечтать для Бога. Наши сердца открыты для того, чтобы услышать Его волю. Наши сердца готовы, исполнены желанием исполнить Его волю. Я сердечно хочу всех нас поздравить с нашим праздником, поблагодарить каждого. Мы все часть единой семьи Божьей, каждый ценен и важен. То, что вы сохраняете веру, служите Богу, не оставляйте своих убеждений, это ценно в глазах Господа. Сегодня у нас будет наше потрясающее собрание, у нас будет прославление Бога. Мы будем слушать послания из Писания, из уст Александра Базашвили. Сегодня у нас будут поздравления от братьев и сестер из других городов. Но в самом начале давайте вместе помолимся. Я хочу передать слово семье Кузьминых, Сергея и Эля. Это ученики, которые были крещены в самом начале церкви, фактически на первой неделе. И так символично, что они поведут нас сейчас в молитве. Передаю слово им. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся вместе. Господи Божий наш, как величина имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Будем ходить при лицом Твоем, Господи, будем прославлять Тебя, ибо велика милость Твоя к нам, и истина Твоя пребывает вовеки. Благодаря великой Твоей любви, которую возлюбил Ты нас, когда были мы еще духовно мертвы за своих уклонений, Ты даровал нам жизнь вместе с Христом, и были мы спасены по милости Твоей. И, конечно, это было бы невозможно без братьев и сестер, которые взяли мечту Христа в свое сердце и приехали в Москву в 91-м году. Благодарим Тебя за Энди и Тэми, за Кипа, за Айварса, за Томми, за Мишу и Сашу Рукавщик, за Дерека и Лиен, за Питера и Вэлл, за Сандру, за Роналин, за Элки, за Инну. И, конечно, мы с Элей благодарны Джону, что он не прошел мимо нас, и после этого наша жизнь изменилась. И тоже мы благодарны Тебя за братьев и сестер, которые приехали в 92-м году, за Шона, за Мишел, за Майку, за Дэвида и Энджела. Они показали нам Твою любовь и помогли нам примириться с Христом. Благодарим Тебя, Боже, что привел их Духом Святым в Москву, и церковь началась. Сегодня, 30 лет спустя, мы хотим уже с нашими женами и детьми благодарить Тебя, Отец, и просить, Не дай нам уклониться от заповедей Твоих, чтобы Слово Твое было светом для ног наших, и мы продолжали любить Тебя всем сердцем и всеми силами нашими. Преклоняем наши сердца пред Тобой. Во имя Христа прими нашу молитву. Всемогущий Бог и возлюбленный наш Отец, мы склоняемся перед Тобой в молитве и благодарим Тебя за каждый день, прожитый с Тобой на земле. Мы благодарим Тебя за веру, которую Ты нас одарил, за спасение, за надежду на вечную жизнь, за то, что благодаря жертве и воскресению Христа нет больше смерти. Христос победил ее. Спасибо за Твое живое слово, Библию. Спасибо, что она очищает наши сердца и помогает нам быть больше похожими на Христа. Спасибо, Господи, за Церковь Твою здесь, на земле, за каждого человека, который избрал путь праведности и примирился с Тобой. Благослови нас, пожалуйста, единством, любовью к Тебе и друг другу. И пусть Твоя благодать бесконечно наполняет нашу жизнь и наши сердца. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебе. Аминь. Добрый день, дорогие братья и сестры в Москве. Мы очень, как счастливые, имеем эту возможность сказать привет и поздравляем вас. Но тоже мы понимаем это довольно сложное время, и не все происходят, как мы все планировали. Хотя я хочу почитать вам один отрывок из писания. Это из Еремия, 31 главе. Здесь написано, «Уходили они со слезами. Теперь я поведу их, буду утешить их, поведу их к потокам водным. По прямой дороге на ней они не спохнутся, потому что я люблю тебя вечной любовью». Москва, Московская Церковь, мы вас любим безумно. «Вы наша семья». Спасибо большое за эти 9 лет мы могли жить, или 8 лет, 8 лет. Мы могли жить среди вас с 91 года до 99. Наш сын там родился, и много-много даров мы получили из-за любви Бога через вас. Спасибо большое за вашу веру, за вашу верность. Мы вас очень любим. Поздравляем с 30-летию годовшими Московской Церкви Христа. Вечно мы вас любим. Бог только не учил нам любить, но мы чувствуем его любви через вас. Мы очень благодарны. И когда-то надеемся, что будет видно лицо в лицу. И только что вы знаете, вы постоянно в нашей мысли, и мы молимся за успех, за благословение, за зрелость, и много-много как счастья в Христе. Мы вас так любим. Прост of life. Пока. И всех нас есть либо. Дорогой МСХ. С праздником вам 30 лет годовшина. Не могу достаточно благодарить Богу за такую возможность, которую он поделал мне в моей жизни. Быть часть этой семьи, быть часть вашей веры, быть рядом, искать Бога рядом вас, и видеть настолько много чудеса за 30 лет. Огромное спасибо за вашу веру, и ваше огромное сердце, которое всегда гостеприимное, люди, которые окружают, не сдаваться, быть сильным, быть твердым, быть верным Богу, потому что он с нами, он нас ведет. Дорогая церковь Московская, 30 лет назад, почти 30 лет назад, меня на улице остановила молоденькая девочка. На воде им было по 19 лет, и она была миссионером. И пригласила в прекрасную, замечательную, только что рождающуюся семью Московской церкви. С тех пор прошло 30 лет, родились дети, выросли дети, у этих детей уже родились дети. Спасибо за то, что вы такая семья, за то, что у вас так много любви, миссии, любви к людям вокруг вас, любви к Богу. Мы очень благодарны за то, что могли быть и являемся частью этой прекрасной семьи. Да. Пожалуйста, храните свою веру, поддерживайте друг друга. Мы вас очень сильно любим. С днем рождения! Да. Привет, дорогая Московская церковь. Поздравляю вас с вашим 30-летием. Мы очень благодарны Богу за то, что такая большая история связывает наши церкви. А также мы благодарны за то, что многим вещам можем учиться. И у нас в церквах сейчас происходят очень похожие процессы. Хочу пожелать вам Божьих благословений в наступающем 10-летии для вашей церкви. Мы продолжаем молиться за вас. Очень ценим, что нас связывает такой большой пласт премии. Друзья, еще раз с праздником поздравляем вас от всей киевской церкви. Ассалам алейкум, азиздуслар. Мы рады приветствовать вас. Дорогие друзья. Мы хотим передавать вам горячий, солнечный привет от всех братьев и сестер Центральной Азии. Мы очень благодарны за ваши просторные сердца. Нам в них очень тепло и уютно. Спасибо вам большое за вашу заботу. Она очень трогательная, неподдельная. Она очень отеческая. И она обо всем. И о нашей вере, и о нашей душе, и о нашем уюте. Мы искренне благодарны вам. Друзья, мы вас очень сильно любим. Мы реально вами гордимся. Мы хотим пожелать вам, чтобы следующие 30 лет были для вас еще более радостными, душевными, духовными и великолепными. С днем рождения, друзья! С днем рождения! Дорогие московские братья и сестры! От всего сердца поздравляем вас с юбилеем от учеников Кавказа. Мы очень благодарны за ваше участие в нашей жизни. Желаем крепкой веры и роста в Господе. Любим вас! Дорогая московская церковь Христа, мы так счастливы из солнечного Санкт-Петербурга передать вам наши поздравления. Для нас это большая честь от лица церкви России и Беларуси поздравить вас с вашим юбилеем, с вашим днем рождения, с 30-летием. Когда мы думаем о вас, я вспоминаю отрывок из первого послания Фессонникицем 1 главы. Там написано «Непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». О вере московской церкви Христа известно всем. Славное начало церкви, сотни и тысячи обращенных, десятки служителей и миссионерские команды в постные другие города. Не будет преувеличением сказать, что сотни и тысячи людей обрели спасение благодаря вашей вере, служении и любви. Вы продолжаете помогать и заботиться о церквях Евразии. Спасибо огромное за ваше благотворительное служение. И даже в трудные времена мы знаем, как вы стойко и терпеливо уповали на милость Божью и истину Его Слова и сохранили свою верность Его Царству. Лично мы очень благодарны за 4 года проведенные в Москве. Мы могли разделить с вами нашу жизнь и наше служение. Многие из вас стали для нас очень дороги. Мы приобрели друзей на всю жизнь и воспоминания об этом времени мы храним в наших сердцах с теплотой и любовью. Дорогая Московская Церковь Христа поздравляем вас с Днем Рождения! С Днем Рождения! Рождения! Всемогущий ранним утром мы Тебя прославим вновь и вновь. Свят, свят, свят Господь Бог, милость нам дающий Бог Три Едины Вечная Любовь. Свят, свят, свят Господь Бог Тайный обреченный Смертным не увидеть Божьей славы неземной Только Ты над всеми Бог превознесенный Дивный крепкий чистый и святой Свят, свят, свят Господь Бог Честь и поклоненье воздают Тебе святые славных небесах Ангельские силы падают смиреньи Сущий от века милости и благ свят 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 Господь Бог Царь всемогущий славит Божье имя неба море и земля свят 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 Господь Бог милость нам дающий вечному Богу слава и хвала слава и хвала Субтитры Бог, Ты здесь, среди нас, Господь, склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, ходишь среди нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Ведь Ты есть Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, Это Ты – наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Бедный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Бог, ты здесь, касаешься сердец, Тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, ты исцеляешь нас, Тебе хвала, тебе хвала. Ведь ты, Бог сильный, Бог чудотворный, Бедный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Бедный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Это ты наш Бог, это ты наш Бог. Это ты наш Бог, это ты наш Бог. Если трудно идти мне, ты рядом, Если трудно дышать мне, ты рядом, Если трудно дышать мне, ты рядом, Если трудно дышать мне, ты рядом, Ты каждый миг, ты рядом, Ты каждый миг, каждый день ты есть. Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Это ты наш Бог, это ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это ты наш Бог. Это ты наш Бог, это ты наш Бог. Это ты наш Бог, это ты наш Бог. Дорогие друзья, добрый день. У меня большая привилегия и честь сегодня выступать перед вами. На этой неделе исполняется ровно 30 лет со дня основания Московской Церкви Христа. И я поздравляю всех нас с этим потрясающим событием. 14 июля 1991 года в небольшом зале на Старом Арбате состоялась первая встреча Московской Церкви Христа. И, наверное, те, кто были там, не знали в точности, что в последующие 30 лет ученики Христа появятся во всех бывших советских республиках и во многих городах СНГ. И что через 30 лет количество учеников в Евразии будет исчисляться не десятками, не сотнями, а тысячами. Конечно, они этого не знали. Но в тот день они прославляли Бога и верили, что Бог будет работать. Точно так же и мы сейчас. Мы не знаем, что будет через 30, 50, 100 лет, но верим, что Слово Бога будет продолжать распространяться и крепнуть в Евразии, в больших городах и маленьких городах, в селах, везде, где живут люди. Конечно, мы планировали отметить этот юбилей по-другому. Собраться все вместе, сделать потрясающую программу, пригласить друзей из многих городов и стран. Но обстоятельства сложились иначе. И мы хотим сказать, что никакие обстоятельства не могут помешать нам сегодня благодарить Бога и радоваться Его присутствию в нашей жизни. Итак, название нашей сегодняшней проповеди – Счастливая Церковь. Кто-то скажет, не совсем уместная тема. Не время сейчас говорить об этом. Сейчас многие люди проходят непростые обстоятельства в своей жизни. Даже во время нашего собрания, во время записи этой службы, наши цифры, которые напоминают нам о 30-летии Церкви, меняясь местами, превращались в телефон скорой помощи. Но давайте вспомним слова Иисуса о самом начале Его служения из Евангелия от Матфея, 5 главы 14 стиха. «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме». Друзья, те, кто следует за Христом – свет для этого мира. Подобно городу на вершине холма, подобно свече, зажженной в темной комнате. И нет такой тьмы, которая не может рассеять свет одной единственной свечи. Может быть, в этом и есть наше призвание и предназначение сегодня – в эти хорошие времена и в трудные времена показывать людям вокруг любовь и силу Бога. Возможно, это и есть самое время напомнить себе и другим о счастье, которое дает нам Бог, о совершенной радости, которая приходит в нашу жизнь вместе с Ним. Есть только два способа прожить жизнь. Первый – жить, как будто чудес нет вообще. Второй – так, как будто чудеса во всем. Мы свидетели второго подхода к этой жизни. Мы свидетели того, что каждая измененная жизнь, каждая семья во Христе, каждый ребенок, выбравший Бога, каждый, кто решил посвятить Ему свое время и силы, служению и укреплению церкви – это чудо. Итак, мы знаем, что церковь – это не здание, церковь – это не книга, церковь – это не история. Церковь – это люди. А церковь Христа – это люди, объединенные Христом. И счастливая церковь – это счастливые люди, то есть мы с вами и те, кому еще предстоит прийти в эту церковь в будущем. Что есть счастье? Вот одно из определений счастья, что это состояние полного внутреннего благополучия безотносительно внешних условий. Насколько это возможно – быть счастливым в современном мире, быть счастливым современному человеку? Достижимо ли это состояние полного внутреннего благополучия? И если да, то как нам достигнуть его? И кто за это отвечает? Есть такая страна Бирма или Мьянма, в ней есть министерство счастья. И там специальный человек, министр отвечает за то, чтобы граждане этой страны были счастливы. Вот было бы здорово попасть туда. Но, друзья, я надеюсь, что в конце этой проповеди все, кто слушает ее, станут, если не министрами счастья, то по крайней мере старшими научными сотрудниками, специалистами по этому вопросу. А если серьезно, я очень надеюсь, что у нас появится убеждение и путь из Библии, как нам сегодня достичь полного внутреннего благополучия в наших сердцах. Хотел бы напомнить историю развития взглядов на счастье. Древние греки не говорили о счастье, они говорили об удачной судьбе, о везении. Не важно, кто я и чем я занимаюсь, важно, чтобы мне повезло. Наверняка в нашем окружении есть такие люди. Они покупают лотерейные билеты, они делают ставки, они читают гороскопы. Для некоторых людей счастье – это удача. Дальше общество развивалось, и позже появилось новое понимание, что такое счастье. Счастье – это удовольствие и состояние веселой безбятежности. Как в мультфильме «Король лев», помните, Хакуна Матата. Больше удовольствия – больше счастья. Позже философы принесли новое понимание, что счастье – следствие наличия некоторых благ, например, знания, реализации, принесения пользы обществу. Это уже продвинутая версия. И, наконец, счастье сегодня – это приятная, гармоничная жизнь с элементами совершенства. Заметьте, не совершенство, но с элементами совершенства. Это что история говорит о счастье. Давайте посмотрим, что говорит о счастье Библия. Почему Библия, вы спросите? Ну, как мы видим, людские тренды и мода очень изменчивы. Но через Библию, именно через свое живое слово, Бог дает нам ключи к будущему. Те понятия и ценности, которые никогда не исчезнут и не изменятся. На свое удивление я обнаружил, что Библия не очень много говорит о счастье как таковом. Неужели Бог, наш Небесный Отец, не хочет, чтобы мы Его дети были счастливы? Но, возможно, у Него есть даже для нас что-то лучшее. И давайте посмотрим, что. Давайте прочтем отрывок из Евангелия от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны, осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им». И первое, о чем мы поговорим – это блаженство. Давайте будем честными, это слово достаточно дискредитировано. Человек блаженный – это человек не совсем здравый, это человек не совсем социальный, это человек не совсем привлекательный. Удивительно – это то, как этот мир не принимает истину и борется с ней даже на уровне понятий. Хотя Иисус много говорит о блаженстве, и Библия много говорит о блаженстве как о благословении, которое Бог несет людям. Оно означает состояние совершенной духовной радости, пребывания в доброте и любви Бога. Определение очень похожее на современное понятие счастья с одним «но». Оно включает обязательное присутствие Бога. Блаженны те, кто понимают, что ему в жизни нужен Бог. Я думал, счастливые люди – это те, которые ни в чем не нуждаются. Счастливый христианин – это человек, который нуждается в Боге в каждый день своей жизни. Счастливая церковь – это церковь, которая живет с Богом не только по воскресеньям, но по понедельникам, средам, пятницам, а также по вторникам, четвергам и субботам. Мы тоже не забываем эти дни. Давайте прочитаем еще один отрывок Книга Деяний, 17 глава, стих с 22 по 25. «И Павел, став перед Ореопагом, сказал, Афиняне, я вижу, что вы во всем набожны, ибо когда я проходил по городу и осматривал ваши святыни, нашел даже жертвенник, на котором было написано неведомому Богу. Так вот Бог, которому вы поклоняетесь, не зная его, есть тот Бог, которого я провозглашаю вам. Так как Бог, сотворивший мир и все, чем Он полон, Он есть Господь небес и земли, то Он не живет в храмах, построенных руками человеческими, и не руки человеческие служат Ему службу, ибо Он никогда ни в чем не нуждается. Это Он дает все человеку – и жизнь, и дыхание, и вообще все». На этой неделе я узнал очень интересный исторический факт, как древние афиняне выбирали, какому Богу приносить жертву. У них был такой строй идолов, и они сыпали зерно перед каждым из них и пускали курицу. И к какой статуе подходила курица, такому Богу они приносили жертву. Но иногда курица приходила в место, где не было никакой статуи. И тогда они поняли, а вдруг в этом месте есть какой-то неведомый Бог. И тогда они построили статую без изображения лица, на котором написали неведомому Богу, и периодически приносили ему жертву. Друзья, людям нравятся святые дни и святые места. Людям нравятся большие собрания, к ним готовятся, на них ведут себя по святому. Но выйдя оттуда, люди живут своей обычной человеческой жизнью. Павел говорит, Бог не живет в храмах. Иисус говорит, что Бог не живет на горе, Бог не живет в Иерусалиме, но он живет в духе и в истине. Бог не живет в воскресеньях, он везде и всегда. Мы с вами видим мир, раздробленный на кусочки, потому что моргаем примерно 15 тысяч раз в день. Но Бог никогда не моргает, поэтому Он видит Вселенную так, как она есть, цельная, и это нам недоступно. Точно так же Он видит и нашу жизнь. Конечно же, Бог хочет видеть нас радостными и счастливыми, потому что Он наш любящий Отец. Почему, вы спросите меня? Давайте прочитаем послание к евреям, первую главу, стих 9. Ты всегда любил праведность и ненавидел неправедность. Вот почему Бог твой даровал тебе радость большую, чем товарищам твоим. Библия говорит, что Иисус был самым радостным человеком в своем поколении. И Бог дал Иисуса нам как потрясающий пример. Я прочитал одну фразу современного автора, которая мне очень понравилась. Ты можешь быть или счастливым, или несчастным. И то и другое требует одинаковых усилий. Насколько это правда? Мы выбираем быть счастливыми или быть несчастными. И для того и для другого нам нужно прикладывать силы. Я выбираю прикладывать усилия и стараться быть похожим на Христа насколько могу. Конечно, друзья, мы хотим видеть нашу церковь счастливой. Конечно, мы хотим видеть нашу церковь растущей, крепкой. И давайте признаемся, что путь к этому – осознать, что только Бог может сделать ее таковой. Что же еще Библия предлагает нам в качестве рецепта счастья? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, стих 27. «Я оставляю вас с миром, свой мир даю вам, но не так, как мир дает вам. Я даю вам. Да не смутятся сердца ваши, и да не устрашаться». Итак, мы говорим о втором пункте нашего урока, который Бог предлагает нам как духовный аналог счастья. Это мир, исходящий от него, мир, исходящий от Бога. Этот мир может поселиться в твоем сердце. Люди вокруг нас не очень мирные, и мы часто не очень мирные тоже. Я вижу свой вызов в этом вопросе. И я понимаю, что если мне не хватает мира внутри, в моем сердце, значит, мне не хватает Бога, Его присутствия. Значит, мне надо идти к Нему искать Его. Иисус говорит, да не устрашаются сердца ваши, да не смущаются сердца ваши. Бог хочет убрать из нашей жизни стыд и страх. Это две вещи, которые могут мучить нас. И вместо этого Он хочет дать нам свой покой, свою любовь. Хочу рассказать интересную историю. У меня есть 10-летняя дочь, и она, разговаривая со своим одноклассником, передала мне такой диалог. Когда ее одноклассник спрашивает у нее, Майя, скажи, а на тебя родители часто кричат? На что она говорит, ну нет, они на меня не кричат. И тогда парень говорит, а как они тебя наказывают? И наша дочка говорит, ну, если я плохо себя веду, они забирают телефон до конца дня. И тогда мальчик говорит, а можно я перееду к тебе? Мы очень быстро определили, что все остаются по местам постоянной регистрации. Но это было так потрясающе понимать, что люди хотят быть там, где их сердца успокаиваются. И церковь по замыслу Бога должна быть таким местом, куда многие люди захотят духовно переехать и жить. Давайте прочтем дальше Евангелие от Матфея, 5 главу, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми божьими». Друзья, у нас есть потрясающая привилегия не только самим иметь этот мир с Богом, но и делиться им с другими. Хочу рассказать потрясающую историю про то, как наш брат и сестра Антон и Аня Друговские во время поездки в отпуск в поезде поделились Верой с парой, которые ехали вместе с ними в одном купе. И через два года Алексей, это вот парень, который ехал в купе вместе с ними, позвонил Антону и попросил рассказать о том, как Бог может помочь изменить человеку жизнь. Выяснилось, что у Алексея есть разные сложности, и он зашел в тупик, он не мог понимать, что ему делать с его жизнью. И они изучали Библию, было потрясающе видеть, как Алексей избавился от нескольких зависимостей, которые были в его жизни. Как Алексей и его девушка Юля узаконили свои отношения, и на прошлой неделе они стали учениками и крестились во Христа. Это классная новость, и мы радуемся вместе с ними. Друзья, мы как церковь призваны искать этот мир, исходящий от Бога, хранить его в своих сердцах и делиться им с окружающими нас людьми. Друзья, давайте прочитаем заключительный отрывок в нашей проповеди сегодня. Это первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И третье условие, или третий компонент счастья, которое Бог предлагает нам – это довольство, это жить довольной жизнью. Друзья, никто не рождается благодарным, благодарным можно только стать. Как здесь написано – великое приобретение. Давайте будем честными, мы с вами живем в удивительное время. Ценность человеческой жизни высока, как никогда прежде в истории. Наука развивается невероятно. Ученые считают, что уже родился человек, который проживет 150 лет. Большинство людей вокруг нас образованы. Мы живем в одном из самых безопасных и лучших городов мира. И, конечно, у нас, как у христиан, основания для довольства еще больше. Но общество потребления дает нам совершенно другое чувство. У меня так всего мало. Мне так надо всего достигнуть. Мне надо развиваться, расти, работать для того, чтобы у меня было больше всего. У нас была очень интересная история, когда мы 15 лет назад переехали в нашу квартиру, в которой мы до сих пор живем. Мы переехали, но у нас не было совершенно никакой мебели. И все наши вещи стояли в коробках прямо посреди комнаты. И первое время мы думали, ну вот еще чуть-чуть, мы построим шкафы, мы разберем все вещи. Но проходило время, месяц за месяцем, и через два года вы даже не помнили, что находится в этих коробках. Мы жили счастливой, полноценной жизнью, и мы не знали, что было там. И я поделился с женой, я говорю, Люда, я боюсь открывать коробки, потому что я подозреваю, что там окажется что-то очень дорогое для сердца. Но у нас нет места, куда это все складывать. И мы после этого приняли решение, что часть этих вещей мы раздали, часть мы просто выбросили. Мы поняли, что для того, чтобы жить, нам нужно гораздо меньше всего. Чувство довольства основывается на чувстве благодарности. Все ли у нас совершенно? Конечно, нет. И в нашей жизни несовершенно, и в нашей церкви не все совершенно. Если мы читаем книгу Бытия, Ева даже в раю нашла причину быть недовольной. Но довольство – это приобретение. Давайте сегодня примем решение приобрести довольство в своем сердце. Оно работает только вместе с благочестием. Давайте его приобретем тоже. И каждый из нас в отдельности, и вместе как церковь. Возблагодарим Бога за каждый день нашей жизни, и за каждый год, который мы прожили вместе с Ним. И отправимся дальше. Друзья, мы сегодня говорили о простых вещах, о том, как нам стать счастливой церковью. Мы говорили о том, что прежде всего нам нужно осознать, что нам нужен Бог. И в особенные события, и в праздники, и в будни. И утром, и днем, и вечером. Дальше мы говорили о том, что что нас делает счастливыми – это мир, исходящий от Бога. Мир, который наполняет наши сердца. Мир, которым мы можем делиться с окружающими нас людьми. Это и есть миссия. Когда ты делишься с людьми о том, как ты счастлив жить с Богом. И наконец, что поможет нам быть счастливой церковью – это чувство и убеждение о том, что мы довольны тем, что у нас есть. Да, мы хотим большего. Да, мы хотим развиваться. Но уже сейчас, уже сегодня мы довольны и благодарны за все, что у нас есть. А самое главное – мы довольны за то, что у нас есть Бог и Его Сын Иисус Христос. Это то, что я хотел сегодня поделиться со всеми нами. И еще раз поздравить прекрасную, любимую, родную московскую церковь с 30-летием. Братья и сестры, с днем рождения! Друзья, настало время причащения. И когда мы преломляем хлеб и берем виноградный напиток, обычно мы напоминаем друг другу о страданиях Христа, о Его жертве, о Его воскрешении. Сегодня я бы хотел предложить нам причащаться и вспоминать о радостном Христе. Давайте еще раз вспомним отрывок, который мы читали сегодня из послания к евреям. Первая глава, 9 стих. «Ты всегда любил праведность и ненавидел неправедность. Вот почему Бог твой даровал тебе радость большую, чем товарищам твоим». Иисус не просто был радостный от природы. Он не просто имел позитивный дух или позитивный настрой. Здесь написана причина его радости. Потому что он возлюбил праведность и он возненавидел неправедность. И тогда Бог сделал его настолько счастливым, настолько светлым, настолько сияющим, что он выделялся на фоне окружающих. Я хотел спросить у себя и у каждого из нас, что окружающие люди думают о нашем духе. Насколько мы исполнены той радости, которая была у Христа. Это напрямую зависит от того, насколько мы возлюбили праведность и насколько мы возненавидели неправедность. Давайте сейчас, причащаясь, вспоминать о радостном Христе. Давайте вспомним, как он принимал детей. Давайте представим, как он идет с учениками по пшеничным полям. Как он кормит людей. Как он благодарит Бога за то, что он видит спасение людей. За то, что он видит, как люди ищут Бога. И сейчас, преломляя хлеб и выпивая виноградный напиток, давайте вспоминать о радостном Иисусе. Давайте будем молиться о том, чтобы его радость поселилась в наших сердцах. Давайте преклоним наши сердца, давайте преклоним наши головы и помолимся нашему Небесному Отцу. Наш Небесный Отец, мы благодарим тебя за то, что ты дал нам возможность сегодня быть с тобой и быть друг с другом. Сегодня мы празднуем день рождения твоей церкви. Спасибо, что ты пригласил нас на этот праздник. И спасибо, что она когда-то была только твоей, но сейчас она стала и нашей церковью тоже. Спасибо тебе за это. Спасибо за пример твоего сына. Спасибо за радость, которую он принес в нашу жизнь, за его любовь. Мы молимся о том, чтобы его дух, его сердце поселилось в нас, чтобы ему было в нас не тесно, чтобы ему было в нас хорошо и комфортно. Мы молимся, чтобы мы желали быть с тобой так близко, как он был с тобой. Дай нам, пожалуйста, следовать за Христом, за нашим Господом в убеждениях, в истине, но тоже в радости. Иногда нам страшно, Отец, пожалуйста, спрячь нас в твоем сердце в эти дни. Иногда нам одиноко, пожалуйста, укрой нас, тени твоих крыл. Иногда нам стыдно, пожалуйста, дай нам смело стекаться и выходить на твой чудесный свет. Мы молим тебя, пожалуйста, исполни нас радости изнутри. Мы молим, благослови нас отражать твой свет для этого потерянного мира. Дай нам, пожалуйста, достойно принять этот хлеб, это вино, сделай нас чистыми и непорочными твоими детьми, которые не боятся ничего, потому что находятся с тобой. Благослови нас иметь мир в сердце, быть благочестивыми и довольными в каждый день нашей жизни на земле. Как, каким мы верим и был твой Сын Иисус Христос. В Его имени мы молимся. Аминь. Сын Иисус Христос. 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 Иисус Христос. Сын 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 Иисус Христос. Иисус Христос. Сын Иисус Христос. Иисус Христос. Сын Иисус Христос. Сын Иисус Христос. Без тебя потерян Без тебя потерян Без тебя потерян Стремлюсь к тебе я Без тебя потерян Я без тебя потерян Без тебя потерян Стремлюсь к тебе я Без тебя потеря Я без тебя потеря Как воздух для меня Как воздух для меня Можно только представить Что увидят мои глаза Когда в свиток свернутся небеса Можно только представить Как показаны звезды все И люди увидят Твой яркий свет Можно только представить Можно только представить Твои славы окруженные Со святыми всех веков Входим мы в небесный город Без пороков и грехов Даны нам белые одежды Имя новое дано Мы поем Аллилуйя О престоле Твоего Можно только представить Можно только представить Можно только представить Как твоя рука Вытрет слезы На моих щеках Можно только представить Как разгляды Твоего Мое сердце навсегда Покидает грусть и боль Можно только представить Можно только представить Твои славы окруженные Со святыми всех веков Входим мы в небесный город Без пороков и грехов Без пороков и грехов Даны нам белые одежды Имя новое дано Мы поем Аллилуйя Аллилуйя У престоле Твоего Можно только представить Можно только представить Твои славы окруженные Со святыми всех веков Входим мы в небесный город Без пороков и грехов Даны нам белые одежды Имя новое дано Мы поем Аллилуйя У престола Твоего Твои славы окруженные Со святыми всех веков Входим мы в небесный город Без пороков и грехов Даны нам белые одежды Имя новое дано Мы поем Аллилуйя У престола Твоего Можно только представить У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у На моих щеках. Можно только представить. Можно только представить. На этом наша встреча завершается. Убежден, что мы были сегодня поддержаны, обновились в вере, укрепились в своих убеждениях. Я еще раз всех нас поздравляю с праздником. Как вы поняли, трансляции у нас еженедельно возобновились. Можете присоединяться, смотреть, изучать контент, обсуждать в своих малых группах. Следите за новостями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok